Надоели опенкейсы, где ты никак не влияешь на результат? На Vodkit.ru решает только твоя интуиция. Всё просто, тебе даётся 5 сундуков, в каждом лежит приз. Сундуки рандомно перемещаются. Угадаешь сундук, где лежит премиум танк, и он твой. Вывод золота и танков проходит моментально на твой аккаунт Vod. Убедись и попробуй бесплатно. Заходи в Vodkit.ru, ссылка в описании. Здравствуйте, друзья, с вами Маракаси. Сегодня я хотел бы поговорить о том, как можно гораздо быстрее прокачивать танки, там, проходить стоковые моды, открывать новые танки и так далее. Способ может быть известный, многие о нём слышали, но далеко не все им пользуются, и далеко не каждый понимает, насколько же это всё-таки халявный способ и эффективен. Итак, говорю я об рекрутерской программе от VG. Сразу не кидайте только в меня камнями, типа, это реклама, нет, это моя инициатива. И дело в том, что я тоже, в общем-то, к этой программе относялся скептически, да и я не ставлю там цель возвращать игроков, но именно я думаю о том, как же мне сделать профитнее мою игровую сессию, как можно быстрее прокачивать танки, при этом это всё бесплатно и доступно любому игроку. Но что для этого нужно и как это вообще работает? Всё довольно-таки просто, чтобы использовать эту программу, вы должны пригласить нового игрока, то есть человек должен по вашей ссылке, которая придёт ему на почту, создать аккаунт. Всё это делается через личный кабинет VG, отправляется приглашение. Если человек принимает приглашение и создаёт аккаунт, то, играя с ним в первый день, только представьте, вы получаете в три раза больше опыта. Это огромный бонус, но только первый день. Далее, по-моему, первую неделю вам даёт в два раза больше опыта. Тоже очень даже неплохо и тоже, ну согласитесь, хороший буст, особенно для игрока, который не донатит. Ну и потом, в следующей неделе уже идёт опыт полтора, то есть плюс 50%. Ну, это тоже неплохо, кстати. И тоже быстрее прокачиваетесь вы, особенно если используете резервы на опыт, то есть это всё суммируется, особенно если какие-то акции, то можно действительно крайне быстро прокачивать танки. Я сам в этом убедился, и цифры порой просто заоблачные. Также, помимо рекрута, вы можете пригласить и игрока старого, у которого уже много танков, но этот игрок не должен заходить в игру два месяца или больше. То есть, если это время он не заходил в игру, то прислав ему приглашение, опять-таки, через личный кабинет, он становится вашим резервистом, по-моему, так называется. Ну, то есть, по сути, тоже вы получаете с него больше опыта. Это очень даже хорошо. Наверное, многие не поймут это видео, скажут, что это какая-то реклама, но на аккаунте без доната я просто офигел, насколько же это эффективно и насколько это сильно помогает. Ну, у человека, который играет без доната, вообще вариантов на самом деле немного. То есть, если он не использует рекрутерскую программу, то без премиум аккаунта на многих танках вы будете испытывать, ну, ужасные муки и страдания, особенно на седьмых, восьмых и выше уровнях. Поэтому рекрутерская программа спасает, особенно первые восемь дней, там, первый день Х3, как я сказал, опыта, и остальные семь дней потом идет Х2. То есть, за это время можно вполне даже прокачать много всего. Всего дается пять приглашений. То есть, если вы пригласите еще одного игрока, то опять-таки первый день Х3, там, потом неделя идет Х2, и потом дальше от этого чувака идет полтора опыта. То есть, каждый чувак, которого вы пригласите, с него будет по-новой именно идти опыт, если вы будете с ним играть. Вы можете сразу с двумя рекрутами во взводе играть. То есть, это будет очень даже полезно. Ну, и ко всему прочему, есть еще один плюс. Для игроков, у которых, конечно, много серебра и много всего, много экипажа, это не такой уж большой плюс, но все же тоже хорошо. Рекруты приносят, как бы, вам опыт, который идет в копилку накопленного опыта со всех рекрутов. И, в общем-то, если там накопится 100 тысяч опыта, вам дадут миллион серебра для аккаунта без доната. Это вполне даже много. Потом, за последующие, там, ступени по опыту вам будут давать членов экипажа с двумя перками, что довольно-таки тоже неплохо, 100% конечно же. Потом, и последняя ступень там, я не помню, сколько там опыта, миллион, что ли, или около того. В общем, дают, да, там, по-моему, миллион опыта нужно накопить со всех рекрутов, но это не танк уж и много, то есть, вы можете играть с каждым рекрутом, и с каждого, например, за бой будет по 10 тысяч капать. И, в общем-то, в конце вам дадут танк, но он не премиумный, это просто эдитный танк 8 уровня, довольно-таки посредственный по ТТХ. Ну, мало он кому, наверное, понравится, на нем только экипаж можно качать, там можно с какого-нибудь среднего танка американского без штрафа на эту СТ-шку 8 уровня пересаживать экипаж, и, по-моему, она чуть быстрее прокачивает, эта Тачанка, ваш экипаж. Ну, рассказываю немного сумбурно, без подготовки и речи, но, в общем, смысл, я думаю, понятен. Я оставлю ссылку в описании, там можете почитать. Опять-таки, это никакая не реклама, я просто пытаюсь, так скажем, ну, рассказать вам о полезных вещах, чтобы вам было комфортнее, чтобы вы, наоборот, быстрее прокачивались, то есть, я, наоборот, забочусь о своих подписчиках, и, в принципе, мне кажется, что это полезно. Но я сам на себе проверяю все, и вы сами на стримах можете видеть, что я этим пользуюсь. Знаете, как можно узнать, что человек, ну, просто врет вам в лицо? Если человек врет вам в лицо или лукавит, то он не пользуется этим сам, то есть, он говорит, как это прикольно, как это весело, как это интересно, сколько это много профита дает, но при этом сам он этим ни хрена не пользуется, то есть, он вам просто лапшу на уши вешает, а я этим пользуюсь сам, я вот с рекрутом играю, и сам вижу, насколько это эффективно. Я понимаю, что многие не поймут меня и скажут, что это проплаченное видео какое-то, но я все-таки решил сделать это видео, и понимающие люди все поймут, и, может быть, поблагодарят даже меня. Наверное, вы скажете, ой, фуфло полное, там, миллион серебра, это фигня, экипаж тоже фигня, да и этот коэффициент опыта тоже полная дичь. Ну, для кого как, конечно же, тут решать каждому, да и, наверное, кто-то скажет, а где я найду человека, вот я играю один, не хочу я никого искать. Ну, в этом, конечно, есть небольшая проблема, особенно с тем, чтобы создать новый аккаунт, но, в принципе, может быть, кто-то из ваших друзей, там, хочет создать новый аккаунт, но давно, так скажем, не мог все-таки решиться, и тут все-таки он решился, и вы можете ему предложить, или, может быть, кто-то хочет твинка скиллового завести, опять-таки, это круто, так как позволяет вам, ну, этого твинка быстрее прокачивать. Может быть, также есть вероятность, что резервист там, ну, чувак долго не играл, решил вернуться в игру, и, в общем-то, ну, вы можете позвать его, и больше опыта будете получать. Можете по правде какого-то нового игрока, который хотел поиграть в танки, но не решался так подсадить на танчики. Ну, кто-то скажет, что это фигня все, но это просто варианты, тут думайте сами, решайте сами, нужно вам это или нет. Я просто доношу до вас суть, но, в общем-то, действительно, эта штука весьма полезная. Кстати, опыт этот суммируется с опытом от резервов и от клановых плюшек, и от акций. На самом деле, если по полной программе попробовать прокачать какой-нибудь танк, то, на самом деле, это читерский способ. Представьте такую ситуацию. Первый день рекрут приходит к вам икс-3 опыта, то есть, вы можете гораздо уже быстрее прокачиваться. Потом еще стопроцентный резерв на опыт можно включить, который, правда, стоит голду, но можно также его и по акциям получить, там, по всяким ЛБЗшкам, довольно часто они бывают в последнее время. Еще плюс 100% опыта. К тому же, частенько бывают такие акции, что целый день X2 по опыту идет или плюс 25% там. Ну, в общем, разные акции, то есть, это плюсуйте все, плюс там сколько-то опыта идет от клана, если он у вас есть, там, 50%, например. И, суммируя все это, я не буду там подсчитывать точно, но получается заоблачные цифры по опыту. Каждый бой, играя хорошо, вы можете получать огромный опыт, там, по 10 тысяч, 20 тысяч, иногда даже, может быть, ну, я, конечно, не уверен, но если, действительно, там, акции какие-то проходят, может быть, под 25-30 тысяч опыта за один бой, друзья, это такая халява, что просто жесть, это просто жесть. То есть, прокачать один танк вполне даже можно, ну, танк 9-10 уровня за один день, пока у вас из Х3. Ну, правда, коэффициент опыта Х3 от рекурта идет только в том случае, я забыл сказать это, но это важная деталь, когда у вас, в общем-то, победа идет, это первое условие, то есть, при поражении этот коэффициент не действует, ну, и также этот коэффициент действует только в случае, если вы попали в топ-10 по опыту, то есть, вы и ваш рекрут, если вы попали в топ-10, то вы получаете опыт. Кстати, с двумя рекрутами даже эффективнее играть, потому что один может слиться, вы хорошо сыграли, он слился, вы получаете опыт, а если два игрока играют во взводе с вами, то вы нормально сыграли, один рекрут слился, а другой затащил чутка там, чтобы в топ-10 попасть, на самом деле, много делать не нужно, нужно просто сыграть более-менее неплохо, и в итоге вы получаете опыт с того рекрута, который нормально сыграл, и все зашибись. Опять-таки, для аккаунта без донатов вариантов вообще очень мало, то есть, просто вот так вот мучаясь, прокачивая сток танки без доната, я, ну, честно говоря, кто-то, наверное, может и хочет такого, но это очень-очень напряжно, и хотя бы эта рекрутерская программа с другом сильно, гораздо сильнее облегчает вам задачу. Также еще хотел бы сказать, это я на собственном опыте, уже на горьком испытал, когда первый аккаунт без доната делал, не кидайте приглашение, кому попало, потому что вам дается всего пять приглашений, но всего можно пригласить, только представьте, целых 50 рекрутов, но следующие пять приглашений открываются только в том случае, если я не ошибаюсь, если все пять рекрутов, которых вы пригласили, они сыграют с вами минимум 10 боев или больше, иначе новые приглашения вам не будут доступны, и, в общем-то, вы там не сможете приглашать новых рекрутов, если кто-то из рекрутов не сыграет вообще с вами боев. Вот такие вот дела. Ну, пишите в комментариях, как вам такая вот идея, я никого это не призываю этим заниматься, это просто такая вот инфа для размышления, такой вот действительно хороший, эффективный способ, который я сам использую, считаю его весьма прикольным, но, конечно, со своими нюансами и недостатками, там, в первую очередь, первый не такой, главный недостаток, как мне кажется, это в том, чтобы найти игрока, который хочет с нуля создать аккаунт в танках в 2017 году, к сожалению, таких уже не очень много, ну, или также сложно найти резервиста, опять-таки, сложно его заставить играть, но, тем не менее, тема любопытная, правда, на месте варгейминга я бы давал бы более существенные призы, там, какой-нибудь, может быть, премиум танк, который действительно фармит в конце, тогда бы многие этим пользовались и действительно привлекали новых игроков, ну, вот такие вот мои размышления, такие вот дела, друзья, если это видео было вам интересно, то поставьте лайк и также подпишитесь на канал, если вы тут первый раз, желаю вам удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok